Продолжение следует... 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 Кстати, в 2006 году Верховный суд США разрешил прием Айваски в соответствии с законом восстановления религиозной свободы. Самая молодая история, конечно же, у ЛСД, который вам тоже наверняка хорошо известен. И известно оно вместе с именем Альберта Хоффмана, который в 30-х годах изучал споринью и выделил из нее это вещество, а в 43-м году случайно капнул этим веществом себе на руку и вследствие чего испытывал очень длительное время всякие галлюциногенные эффекты. Есть даже такой термин «велосипедная прогулка Хоффмана», это потому что он от своей лаборатории до дома ехал на велосипеде и все это время испытывал невероятные эффекты, о которых потом рассказал своим коллегам, и именно после этого все так сильно заинтересовались в западном мире галлюциногенными веществами. Собственно, с этого момента и начинается современная история исследования этих самых галлюциногенов. Очень интересно, что эта история длилась достаточно недолго. Ну вот где-то с 43-го года это начало очень активно распространяться. Очень много исследований этого времени, особенно 50-е годы, мы можем увидеть в различных научных изданиях. И тогда это был целый бум, связанный с приемом ЛСД. И, конечно же, этот бум разделился на медицинский бум и рекреационный бум. В то время как ученые разрабатывали препараты на основе галлюциногенов, которые могли бы лечить депрессию, тревожные расстройства, какие-то другие психиатрические расстройства и даже не психиатрические расстройства, в то же время различные студенты и хиппи получали опыт взаимодействия с галлюциногенными веществами в полях, лугах и прямо в городах Северной Америки. В этот момент всей этой историей заинтересовались политики, потому что они посчитали, что якобы ЛСД и такое широкое его рекреационное применение среди молодежи может пагубно влиять на политические взгляды. А напомню вам, что в 50-х годах идет Вьетнамская война и очень многие люди отказываются от того, чтобы ехать воевать. И вот политики пытаются понять, не связано ли это с приемом этих самых препаратов, которые в тот момент абсолютно никак не регулируются законом. И, в общем-то, политики решают все это нахрен запретить и прикрыть все исследования просто из-за того, что появилось очень много людей, которые кайфуют от этого и получают какой-то непонятный опыт. Но на самом деле полный запрет на эти вещества выходит только в 1970 году, когда все наркотические и околонаркотические вещества распределяются по классам от первого и вниз. И первый — это самые опасные, и это препараты, которые вызывают, скорее всего, зависимость, могут вызывать какие-то ужасные побочные эффекты, и именно туда включают классы психоделиков. Соответственно, все исследования на этом прикрываются и возобновляются они только в 2000-х годах. То есть 30 лет вообще примерно никто ничего не исследовал, потому что это было строго запрещено. О том, что было после 2000-х годов, поговорим чуть позже в этом же видео. Теперь поговорим о механизме действия. Ну, в общем-то, здесь мы сейчас с вами должны рассматривать в основном один механизм действия — это влияние на серотониновые рецепторы. А именно на рецепторы 5-HT2A. Галлюциногены активируют эти рецепторы, и этим механизмом они отчасти похожи на антидепрессанты и некоторые нейролептики. Но на самом деле, конечно, этот механизм совсем разный, и нельзя сказать, что это одинаковые абсолютно вещества. Также стоит отметить исследования, которые показывают, что галлюциногены влияют также и на другие системы, и, в общем-то, влияют вообще на множество систем мозга, в том числе на глутаматные системы. Но это сейчас, конечно, всё только вот начинает, можно сказать, изучаться. Поэтому сказать, какой именно механизм действия у этих веществ, не до конца ясно. Но ясно одно, что они влияют на некоторые рецепторы, на которые влияют также и наши нейромедиаторы. Также они влияют на сон, точнее, они немножечко изменяют фазы сна. Ну и, конечно же, на восприятие нами мира. Но надо сказать, что вот это изменение восприятия, о котором каждый из вас, наверное, слышал, а некоторые, может быть, даже его чувствовали, не дай бог, всё это происходит только на высоких дозировках. А в большинстве случаев, когда это применяется в плане медицинских исследований, это, конечно, гораздо меньшие дозировки, которые могут вообще не вызывать никаких галлюцинаций. Теперь вкратце разберём группы, которые на данный момент наиболее исследуются в научной среде. Ну, во-первых, это псилоцибин. На нём сейчас проводится наибольшее количество исследований. Именно его больше всего исследуют по поводу лечения депрессивных расстройств, тревожных расстройств, посттравматических расстройств, ну и, в общем, всяких экзистенциальных переживаний человека. Второе — это аюваска как раз. Её, как ни странно, тоже исследуют. И содержащееся там вещество называется диметилтрептамин. И одно из действий этого диметилтрептамина — это ингибирование монаминоксидазы. А, как вы знаете, есть такой класс антидепрессантов — ингибиторы монаминоксидазы. Это старый достаточно класс, который сейчас не очень сильно используется, но, тем не менее, можно сказать, что очень похожим образом работает данное вещество. Третий класс — это мискалин. Это те самые кактусы, про которые мы с вами чуть раньше говорили. Ну, конечно же, диетиламид лизергиновой кислоты — это ЛСД, правильно. Также кетамин туда относится. Хотя, конечно, получить галлюцинацию от кетамина гораздо сложнее. Это препарат, который активно применяется для наркоза. И сейчас это один из самых тоже важнейших препаратов, который изучается в плане воздействия на депрессию. И в США в достаточно большом количестве он уже применяется на пациентов для коррекции резистентных депрессий. Резистентные депрессии — это те депрессии, которые не получается вылечить обычными способами с помощью, например, антидепрессантов или каких-то дополнительных препаратов. Ну и, конечно, экстази и МДМА, которые входят в состав экстази, тоже исследуются, но не так сильно, потому что всё-таки он не такой уж сильный галлюциноген, а больше эйфоретик. Теперь давайте поговорим конкретно про псилоцибин, потому что, как я уже сказал, на нём намного больше исследований, чем на других препаратов на данный момент, именно современных исследований после 2000 года. Здесь напомню, что этот не используется пока как препарат, то есть он используется только в исследовательских целях. И разрешён он даже на территории либеральной такой США только для исследовательских целей. То есть он входит в контролируемый список, вернее, в список контролируемых препаратов, которые нельзя распространять, нельзя покупать и нельзя употреблять. Правильно? То есть только исследования. На данный момент за последнее время проведено больше 50 рандомизированных контролируемых двойных слепых исследований. В основном всё это проведено на три вида расстройств. Это депрессивные расстройства, это тревожные расстройства и это зависимости. Да, прикольно, что проводится препарат, который вроде как наркотик и вроде как может вызывать сам зависимость, применяется для коррекции зависимости. На самом деле учёные придумали достаточно интересно. И исследования на людях начали не с того, чтобы лечить просто какие-то резистентные депрессии, а с того, чтобы лечить депрессии у людей со всякими смертельно опасными болезнями. И вот, например, в 2015 году было проведено небольшое исследование на 56 людях. У каждого из них был диагноз рак и у многих были ещё и метастазы. То есть, ну, прям людям, скорее всего, предстояло умереть в ближайшее время. У каждого из этих людей дополнительно были диагнозы депрессивного расстройства или расстройств адаптации, или генерализованного тревожного расстройства. Причём там часть людей получали большие дозы псилоцибина, вторая часть людей получали дозы поменьше и третья получали микродозы. Ну, то есть, в итоге исследование показало, что высокие дозы более хорошо справляются с проблемой тревожных и депрессивных расстройств у таких больных. И причём приём этих доз был всего лишь один или два раза у некоторых людей. Потом эффект сохранялся от полугода до года, ну и, возможно, больше. То есть, никто просто не исследовал дальше. Примерно такое же исследование примерно в это же время было проведено в Нью-Йоркском государственном университете. Только там было чуть меньше человек, 29, но исследование показало примерно такие же результаты. В плане коррекции депрессии подобных прям хороших доказательных исследований пока нет. Ну, то есть, то исследование, о котором я говорил чуть выше, по сути, было всего лишь 6 лет назад. А никто не выделяет особо много бюджета на такие исследования каких-то там наркотиков. Но есть ряд исследований, которые показывают, что действительно существует влияние на настроение. Ну и, скорее всего, это как раз происходит за счёт действия на рецепторы серотонина, о которых я говорил раньше. Например, Барнаскони в 2014 году провёл исследование с такой нейровизуализацией лиц, когда люди, которые принимали плацебо и которые принимали псилоцибин, потом должны были реагировать определённым образом на изображение. Ну и якобы те люди, которые принимали псилоцибин, лучше с большим уровнем счастья, скажем так, на лице реагировали на эти картинки и меньше боялись. Ну и надо сказать, что и тревожные расстройства активно исследуются, исследуется и посттравматическое стрессовое расстройство. Есть небольшие исследования на 10, 15, 20 людях. Исследуется, например, обсессивно-компульсивное расстройство. Например, в 2006 году было исследование, в котором участвовали всего лишь 9 человек. И под действием псилоцибина в итоге у каждого из этих людей на процент от 60 до 100 улучшилось состояние, связанное с обсессиями и компульсиями, то есть навязчивыми мыслями и навязчивыми действиями. Но, к сожалению, это же самое исследование показало, что всего лишь один человек из этих 9 достиг долговременной ремиссии, которая длилась больше 6 месяцев. Поэтому говорить о значимости применения псилоцибина при обсессивно-компульсивном расстройстве пока нельзя. Сейчас все силы американской науки, связанные с галлюциногенами, в основном брошены на изучение тех самых резистентных депрессий. То есть, когда мы попробовали один препарат, второй препарат, третий препарат, два препарата вместе, потом электросудорожную терапию или что-то подобное, и все это не дает никакого эффекта, в этом случае депрессия может быть признана резистентной. И тогда вот такие люди часто попадают в исследовательские группы институтов, которые проводят такие исследования. Если вы вдруг живете в США, вы можете поискать в реестре исследований эти собственные исследования и можете даже в них поучаствовать. Ну, конечно, в такие исследования берут не всех, там нужны определенные данные, и надо сказать, что такие исследования очень строгие, и там вас могут не взять просто из-за того, что у вас нет какого-то дополнительного расстройства, или наоборот, есть какое-то дополнительно отягощающее расстройство, то есть очень много переменных. Но, в принципе, вы можете это сделать попробовать. На этой прекрасной ноте хочется сказать, что в России, конечно, никаких таких исследований не существует, и, наверное, в ближайшем будущем не будет существовать. У нас любые наркотики, кроме алкоголя, призваны полностью быть вне закона, и, наверное, отчасти это хорошо, отчасти это не очень хорошо, ну, не нам с вами решать, что с этим делать. Конечно, у нас тоже существует множество подпольно использующих эти препараты людей, и, естественно, что в научном сообществе это все обсуждается. Ну, не знаю, что будет в будущем, но, к сожалению, поучаствовать в каких-то подобных исследованиях здесь вы не можете. Второй момент, что, конечно, все ученые, которых я смотрел и слушал на эту тему, говорят о том, что в Америке тоже неизвестно, что будет с этим в дальнейшем, потому что, конечно же, когда какой-то препарат начинает использоваться в медицинских целях, общество активируется и пытается отстоять свои рекреационные права для того, чтобы упарываться всем чем угодно, ну, в общем-то, нужно за это бороться. И в США такая практика существует, поэтому многие ученые опасаются, что да, конечно же, в исследованиях данные препараты могут показывать отличные результаты, но, выйдя на открытый рынок, они могут вызывать и психозы, и какие-то долговременные, коротковременные последствия неприятные, поэтому что будет с психоделиками, ну, будем наблюдать, потому что, в общем, это достаточно интересная тема. Повторюсь, что я ничего не пропагандирую, и, как вы видите, это видео, оно такое неоднозначное. Я сам не могу точно сказать, какая у меня позиция по поводу данного вида веществ, но, в любом случае, исследования на эту тему я читаю, мне это интересно. Давайте договоримся так. Если вам эта тема была интересна, пожалуйста, помогите ее продвинуть среди других тем, напишите комментарий, что вам интересно, обязательно подпишитесь после этого видео на наш канал и поставьте колокольчик. Так мы поймем, что можно и нужно продолжать в этом направлении нам работать, и мы будем снимать еще какие-то видео. Плюс, если у вас есть какие-то конкретные вопросы по этим тематикам, тоже их задавайте. Там под видео внизу будут ссылки на исследования, можете почитать. Сделаю ссылку на большой обзор, по которому, в общем-то, я и готовил в основном это видео. Ну и до новых встреч. С вами был доктор Сычев. Пока.